Уже в пятый раз в Баку проводится марафон под девизом «Победи ветер». В соревнованиях принимают участие как местные, так и иностранные граждане. Участники забега протяжённостью 21 километр стартовали на площади государственного флага и там же финишировали. С раннего утра возле музейного центра собрались болельщики, чтобы поддержать марафонцев. Целью ежегодно проводимого забега является развитие спорта, а также пропаганда здорового образа жизни. Я считаю, что это очень полезно, интересно и в то же время своего рода такое совмещение приятного и полезного очень благоприятно влияет на граждан. И считаю, что такие мероприятия должны побольше проходить, потому что это развивает спорт, развивает активность наших граждан. Я думаю, что цель марафона – привить молодёжи здоровый дух, привлечь к занятиям спортом, а также помочь избавиться от вредных привычек. В данном роде мероприятия я участвую уже второй раз, последний раз было летом. Мне нравится здесь прочувствовать эту атмосферу народного единства, это меня подкупает. Я считаю, что это максимально важно для поддержания спортивного духа и для, конечно же, морального. И очень весело, и погода нас жалует. Отлично. Для участия в бакинском марафоне зарегистрировалось порядка 15 тысяч человек. В забеге также приняли участие люди с синдромом Дауна и люди с физическими ограничениями. У разных участников марафона разные мотивы. Кто-то был нацелен исключительно на победу, а кто-то просто желал испытать себя. Проверить свои способности, принципиальность свою, может ли человек пройти 20-километровую дистанцию. Борьба с самим собой, своей поставленной целью. И, конечно же, это приятное мероприятие. Люди тоже радуются, все веселятся. Быть частью одного большого мероприятия, которое проводится в нашей столице, это приятно, конечно же. Бакинский марафон вернулся в столицу спустя два года. После вынужденного перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Забег прошел в новом формате и по обновленному маршруту. Это интересное мероприятие. После пандемии я впервые участвую в подобном забеге. Я вижу, как люди здесь проявляют солидарность, взаимоподдержку и активно заботятся о своей физической форме. Для участников марафона жителей и гостей столицы на площади государственного флага была организована фан-зона. Здесь были представлены развлекательные программы, проводились конкурсы и спортивные состязания. С каждым годом бакинский марафон, зарекомендовавший себя в качестве престижного спортивного мероприятия, собирает все больше местных и иностранных участников. При благоприятных условиях следующий забег в столице Азербайджана состоится уже в будущем году. Сабина Мурадова, Фарид Лачинов, Сибиси